Уважаемые участники Конгресса, в своем докладе я постараюсь дать эколого-экономическую характеристику развития альтернативной энергетики в России, что позволит сформулировать и некоторые выводы в плане безопасности. Во-первых, следует отметить, что в моем исследовании получены были данные о доле альтернативной энергетики в энергобалансе для всех регионов России. При этом был выявлен объем потребляемых природных ресурсов в результате ее деятельности, что необходимо для выявления экологического воздействия данного вида энергетики. Объем потребляемой воды, а также удельная величина альтернативных энергетических источников различного генезиса, представленных в России. Вот здесь видно на слайде солнечная энергетика, витринагия, термальная, малая гидроэлектростанция и энергоустановки на биотопливе. Поскольку существует некоторая сложность для оценки объективной ресурса потребления альтернативной энергетики, использован был такой своеобразный критерий для этого, как MI-I числа, Material Input, то есть материальный вход. Они позволяют свести практически все потребляемые ресурсы к единому показателю условных тонн природных ресурсов, то есть фактически это как бы объем перемещаемого, потребляемого вещества в биосфере. И, исходя из этого, можно сформулировать выводы о том, какое воздействие на окружающую среду осуществляется не только в плане деятельности энергоустановок, но и при их производстве. Ну вот сами, имея числа, существующие они подразделяются по категориям различного материального входа. Оно для цели их исследования, чтобы можно было оцениться отрасль экономики, они были сведены к всяким единому показателю. Ну вот и получены результаты в виде таблицы. Здесь, допустим, центральный федеральный округ у нас. Здесь обратите внимание, что достаточно много регионов у нас фактически не имеет альтернативной энергетики. Ну, отступление надо сделать, конечно, имею в виду промышленные объекты, альтернативные энергетики, то есть которые генерируют и продают электричество на рынок. Речь не идет о микроустановках каких-то. Какие существуют объекты, в основном это малые гидроэлектростанции, причем в основном они построены были в советское время, это в первой половине 20 века, когда советская власть достаточно много уделяла этому вниманию. Ну, и которые стали функционировать до настоящего времени, те и работают. То есть видим, что других практически альтернативных источников не представлено. Далее, в северо-западном федеральном округе ситуация несколько схожая. Ну, все-таки надо признать, конечно, там достаточно много рек присутствует, это особенность такая географическая. Но до исключения мы разве в Калининградской области, где еще значительная доля и ветроэнергетики. Всего три человека. Что касается союзного федерального округа, ну вот здесь особо выделяется у нас Республика Крым и город Севастополь, но они в данном случае объединены. Ну, надо сказать, что еще также в советское время здесь начались работы по созданию солнечных электростанций в 1986 году, была первовведена в эксплуатацию, ну и в дальнейшем работы продолжились. И в настоящее время, если обратите внимание, доля альтернативной энергетики достигает там 30%. Что касается остальных регионов, ну, также развито достаточно слабо и малыми гидроэлектростанциями представлено. То же самое касается и Республик Северного Кавказа. Ну, здесь тоже, конечно, эта ситуация обусловлена географией. Горы, порожистые реки, все это, конечно, позволяет им создавать малые гидроэлектростанции. Есть, конечно, регионы, как вот здесь сказано, Чеченская республика, Ингушетия, 100% альтернативной энергетики, но надо понимать, конечно, что это, по сути, две малых гидроэлектростанции, и основную часть энергии, конечно же, они получают из других регионов. Что касается Приволжско-федерального округа, ну, в Приволжском федеральном округе выделяется Ульяновская область, значительно развитие ветровой энергетики, там крупнейшая в нашей стране ветроэлектростанция построена, ну, и она продолжает расширяться в настоящее время. В Республике Башкирии, Башкортостане также присутствуют еще и солнечные электростанции. Точно так же и Оренбургской области. В Оренбургской области в настоящее время построено уже несколько и продолжается дальнейшее строительство, хотя доля пока все равно, как видим, не такая высокая, как хотелось бы. Что касается Уральского федерального округа, в Уральском федеральном округе, она, к сожалению, доля альтернативной энергетики практически стремится к нулю, а также небольшими гидроэлектростанциями она фактически представлена, и доля очень маленькая. Несколько лучше ситуация в Сибирском федеральном округе. Здесь особенно следует выделить Республику Алтай. Электричество там практически полностью производится из альтернативных источников, причем в достаточно больших объемах, как видим. СИАН это со ставкой руководства региона, я так понимаю, на развитие туризма, ну и в том числе они считают, что необходимо им развивать альтернативную энергетику, раз такая ставка экономической сделана. Ну, конечно, и в полной мере энергии они все равно не обеспечат только альтернативную, то есть получают тоже из других регионов. Но благодаря этому доля альтернативной энергетики в целом Сибирском федеральном округе уже приближается к 1%, как видим, 0,79. Что касается Дальневосточно-федерального округа, здесь доля превышает 1% альтернативной энергетики, ну, в основном за счет Камчатского края. Здесь построены уникальные для нашей страны геотермальные электростанции, которые позволили решить такую серьезную проблему, как снабжение Петропавловского города Камчатского электричества. Если помните, в 90-е годы там постоянно были случались отключения электричества из-за кризиса неплатежей, ну, по крайней мере, такая проблема сейчас ликвидирована, в том числе и благодаря ведению этих геотез. Ну и в целом, в целом, вот здесь представлена ситуация по Российской Федерации, и, как видим, доля этой альтернативной энергетики у нас оказывается очень маленькая. То есть, несмотря на то, что во многих, как публикациях говорится, около 1%, меньше 1%, в реальности получается 0,14%. Ну, поскольку я указывал, что еще учитывал вопрос потребления ресурсов энергетики такой, с помощью показателей меня очистил, вот этот показатель позволяет у нас определить, во сколько раз материальная интенсивность этой энергетики меньше традиционной у нас. Ну, в целом, для России, получается, цифры в 7 раз. То есть, как бы, если вся наша энергетика представить станет альтернативной, такой идеальный вариант сценария, ну, получается, воздействие на окружающую среду как бы уменьшится в 7 раз. Ну, и в целом, выводы. То есть, замещение энергетических мощностей позволяет снизить воздействие на окружающую среду, как я сказал, в среднем по России это получается цифра примерно в 7 раз. По эмиссии парниковых газов, там тоже у меня были проведены расчеты более чем в 10 раз. Другая особенность, то, что в экономически развитых регионах, это таких как Центральный федеральный округ, Уральский федеральный округ, где развита инфраструктура, альтернативные источники энергии практически не развиваются. То есть, альтернативная энергетика в нашей стране воспринимается, прежде всего, как возможность обеспечить удаленные участки электричеством, а не как снизить воздействие на окружающую среду. Вот, как видим, какие регионы у нас выделяются. Здесь это Республика Крым, Республика Алтай и Камчатский край, все, которые находятся в удалении. На долю малых гидроэлектростанций приходится 53% от альтернативной энергетики Российской Федерации. В основном, как я сказал, малые ГЭСы построены были еще в советское время и которые функционируют до настоящего времени. Что касается других источников, они представлены. Ну и в целом, следует отметить, что в общем энергобалансе доля альтернативной энергетики у нас крайне мала, 0,14%. Это меньше уже среднемировых цифр, 84% из стран-лидеров, но это не представлено. Некоторые из них крупные государства, это Германия. По последним данным, они отчитались, что у них до 40% они уже могут производить из альтернативных источников Индия, которая развивает активно как ветровую, так и солнечную энергетику США, Австралия и даже Китай. Китай в настоящее время является лидером по инвестициям в альтернативную энергетику и активно наращивает свою долю там. Конечно, это создает риск определенный для безопасности нашей страны, для экономической безопасности, поскольку мы рискуем снова проспать смену технологического уклада, в данном случае в энергетике. Какие это может иметь последствия? Сейчас в определенной степени обсуждается возможность введения углеродного налога глобального. Пока у него больше противников, чем сторонников. Фактически сторонники только страны Европейского Союза. Однако, если с учетом того, что и развивающиеся страны у нас активно энергетику альтернативно развивают, то можно предположить, что в будущем количество сторонников глобального энергетического налога углеродного увеличится, к чему-то приведет, и страны наши могут изъять от 20 до 40 миллиардов долларов, к сожалению. Другая проблема, конечно, это связано с тем, что это неизбежно скажется в дальнейшем на возможности экспорта нефти и газа нашей страны. То есть, конечно же, на спросе на энергетический ресурс это не может не отразиться. Ну и третья проблема, то, что в регионах, где у нас ощущаются серьезные экологические проблемы, вот как раз центральный, некоторые, уральский, особенно федеральный округ, альтернативная энергетика могла бы решить некоторые экологические проблемы, но, к сожалению, ее там практически нет. Спасибо за внимание. Продолжение следует...